Девочка-пай Сегодня мы едем в пригород Сыктывкар, местечко Максаковские дачи, в гости к Барсуковым, глава семейства которых родом из Беларуси, но всю сознательную жизнь он прожил в нашей республике, это более 50 лет. А вот и он сам встречает нас. Еле-еле добрались до вас, что-то запутались совершенно. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас знаю. Да ладно. Конечно. Ну вот и познакомились. Ваш дом? Хорошая, хорошая девочка такая. Супруга, выходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Звать-то как вас? Любаша. Любаша. Здорово. Любовь Петровна и Федор Афанасьевич живут здесь в теплое время года. Бывает, что с апреля и по октябрь. Поэтому не мудрено, что здесь выращивают они много чего вкусного и полезного. И овощи, и зелень, и ягоды, и всевозможные кустарники, ну и, конечно же, цветы. И вся эта красота воодушевила наших операторов. Я тоже не удержалась от экскурсии по саду. Все, давайте рассказывайте, что у вас здесь на, хоть и маленьких пять соток, но у меня такое впечатление, что прямо тут много всего, красиво. Самое необходимое такое, что нужно посадить для зелень. Смотрю, понемножечку все есть, да? Да, все понемножечку. Картошки хватает? Хватает. До Нового года. Ага. До Нового года покупаем. В этом году, мы не знаем, публичка вообще немало. Сейчас птичка мы оставляем, пусть сидят они бедные. Просто удовольствие возиться. Ну, удовольствие, конечно, для здоровья и вообще свежий воздух на свежем воздухе. В саду много приятных уголков для отдыха и симпатичных строений. И все это своими руками сделали хозяевы. Даже вот такой диванчик сплел Федор Афанасьевич. Когда-то в детстве отец научил его плетению. Эти вот куски провозил семечки с Наталья. Семя маленьких. Слушай, а приросла, да? Да. Ой, сколько их долго не проживались. Нет, ну хорошо так все у вас. Немножечко, компактно. Смотрите сюда. Это вишня. Да, вишенки. Будут скоро. Вообще собираете что-то, Федор Афанасьевич? У нас прошло несколько часов, чтобы есть. Ну смотри, смотри, какая благодать. Видишь, это вишенка тоже. Вымерзает у нас почему-то. Ну вымерзает, конечно, она. Не хватает тепла, да? Идем сливу посмотрим. Маленькая. Да, потому что я должна урожай давать. Ну ничего, ладно, декоративная пускай будет. Сливка такая. Зелень. Зелень хорошо, да. Малина. Смородина. А клевер-то сколько? Вот прямо ковер такой. А-а-а! Ромашки! Да. Слушайте, я у нас вообще давно не видела ромашек. Можете нарвать. Смотрите, какие ромашки настоящие. Они уже пропали все. У нас вообще вымерли все ромашки, по-моему. Сейчас мы найдем кабачок, может быть, на наше счастье. А там вот маленький. Вот здесь вот. Махонький. Вот, 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 вот. А-а-а! Тоже крошечный такой. Ну-ка, дай-ка мы на тебя посмотрим. Вот он. Вот такой маленький. Получился кабачок. Ну ничего, хорошо. Все равно как цветочки желтенькие, да? Вы на каждом кулачке что-то выращиваете? Ну, хочется. Как вы сделали всю эту красоту? У вас такой пять соток, вы молодец, да? Это все вы строили? Все, все своими руками мы строили. Месте с женой. Отец ее помогал нам дом строить. Первоначально он показывал, мог с собой. Показывал так. Так все собственными руками сделано. А Любаша как главный архитектор? Да, да, да. Она рисовала, я выпиливал лобчиков. Вообще вы мне скажите, на наших северных краях вот сложно все это выращиваться? Конечно. Сложно. Сложно? Нет, сложно. Кабачки везде растут. Все равно. Сложно. Погода, видите, погоды нет. И ничего не растет. Честно признаюсь нашим телезрителям, мы получили приглашение пару месяцев назад. Но договорились на сегодняшний день. И никто не предполагал, что середина июля, и мы будем в куртках, и всего лишь там 8-9 градусов, но тем не менее мы оптимисты и решили, что все равно в этот день мы вас навестим. Пока мы беседовали, приехали внуки. Ну а оператор с режиссером тем временем искали новую съемочную площадку. Ну а тем временем Белла на страже огорода сделала контрольный обход. Если вы посмотрите у вас, Артемий, здесь вот название «Беларусь», то вы к Беларуси имеете какое-то отношение? Да, имею непосредственно. Один раз был там, к сожалению, всего один раз. Мы с батей ездили в 2003-м, что ли, я думаю, или первым. Вот он мне показал места наших предков в деревню. Баркалабово ездили в Могилеве. Повстречал брата у дедушки родного. Ну вот там тети, дяди, кого еще видел. А так вот я только здесь, в Коме. Но, тем не менее, я знаю и горжусь тем, что я белорус. Артемий – активный участник белорусской автономии в нашей республике. И недавно на этнокультурной встрече он исполнил собственную песню о Беларуси. Белая аиста встая, в белые облака улетает. Мне бы по небу с ними паря, туда, где родина моя. Беларуси, я родился и вырос в Коме крае. Но свои корни я помню, не забывая, знаю, что где-то на светлых полях Беларуси. Белая аиста встая, там мои родные, по деду и отцу, так далеки, но так близки. Сердцу откройте дверцу иноземцу, мы с вами одной крови. Беларуси, я моя родина дальняя. С этого прусь и я этим горжусь. Нет, а я, нет, а я, нет, а я, я, я. Я посещал всего раз Беларусь, пусть я, не знаю языка ее наизусть, пусть я. Меня не одолеет ностальгия и грусть, но все же это моя родина Беларусь. Белая Русь, просторные земли, добрые люди, крепкие семьи. В мире и согласии дружно живут, прославляя страну, создавая уют. И вот уже двадцатый год во главе народа тот самый, а с усами нам поет. Беларусь, я моя родина дальняя. С этого прусь и я этим горжусь. Нет, а я, нет, а я. Беларусь моя. На-на-на. Беларусь моя. Кто из нас не знает такое блюдо, как драники? Ну, наверняка не все знают, что это белорусские драники. Идет именно из Белоруссии, да? Ну, это, наверное, так все естественно, потому что картофель – это одна из тех культур, которые… Бульба. Бульба, да, больше всего выращивалась и выращивается, наверное, да? Да. В Беларуси. Так, с чего мы начинаем? Совсем немножко. Нам нужен картофель. Картошка очищена, терка, тазик. Натираем. Натираем. Я любитель драников. Ну, а кто? Натуральный продукт, почему бы нет, да? Он питательный. Поешь и есть, и не хочется. Ну, обычно со сметаной, да? Или с чем? Да, драники можно делать. Тесто в это фарш положить, размешать. Все это размешиваются. И так же, как обыкновенные, потом печешь их на сковороде. Ну, в Беларуси-то до сих пор, наверное, любимое блюдо, да? Вроде блюдо простое, но оно достаточно питательное. Потом с картошки еще какие блюда? Бабка. Есть такое блюдо белорусское тоже с картошки. Называется скрили. Оголушки. Оголушки, да. Двух видов бывает. Картофельные оголушки и мочные. Я только сегодня в роли наблюдателя учусь. Ну вот, картофель почти готов. Сейчас вода стечет и добавим яйцо. Можно, конечно, и лук или другую начинку. Но мы пошли простым и быстрым путем. Только картофельные лепешки. Их выкладываем на хорошо разогретую сковороду, жарим и... Ну что, первые драники сделаны Федором Афанасьевичем. Дима, пробуй. Держи. Операторам нашей передачи всегда приходится только снимать готовую вкуснятину. Наслаждаясь, конечно, ароматами. Ну а мне пробовать национальное кушанье. Теперь мы поменялись местами. И каков же вердикт? Очень вкусно. Вы родились в Белоруссии? Да. Где? Я сын войны. Два года оккупированной территории жил. Вообще, как родители воспитывали? Как в Белоруссии строгое такое детям воспитывали? Строгое, если привинись, ремешок. Поддают, да? Поддают. Ага. Но у меня родители были так. Если увильнул в этот период времени, где-то... То не попало. ...отсиделся, потом уже все. Ага, проходит. Да проходит. А если попадешь, подогряешь руку, то врыжет. То есть вы уже тактику родительскую выучили? Чуть что и куда-то. А братьям и сестре попадало, нет? Да куда? Да. За вас? Нет. Каждый за себя отвечал. Родители особо не вели беседы, да? Контроля за нами практически такого не было. Они работали в колхозе. Нам дадут норму огород прополоть. Так. Вот. И потом на Днепр купаться. Там красиво. Да. У нас гора крутая. Потом Днепр заливной луг. Орешник. Да. Орешник это хундук растет. Ага. Видишь, в какой красоте-то вы росли. В школе 10 лет отучился. Был бригадиром производственной школьной бригады. Тогда была мода при Хрущеве укурузу выращивать. В Беларуси тоже выращивали? Конечно. Порше место мы выращивали. Я два года был бригадиром, пока школу не закончил. Нам колхоз выделял участок специально. И мы за ней ухаживали. От посевной до уборки. Ну вот, наверное, так к труду приучили. Скорее всего, и правда? Соболазная, любимая к ней вообще. Как оказались здесь? А я в 60-м году, по окончании 10-ти классов, приехал сюда. У меня у отца двоюродная сестра здесь. И вот она пригласила в гости. Так и остался в жизни. А чем притянул-то? Тогда вообще, по-моему, очень все морозно, холодно. Мне понравилось. Понравилось? Да. В армию я ушел отсюда. Ага. Куйбышеву я служил, тревогу, в ракетных противовоздушных. И демизировался сюда же. Приехал. Потом была учеба в школе милиции. Работа старшим оперуполномоченным уголовного розыска в Куйгородском районе. Там поженились с Львом Петровной. Она в лесозаводе и жива здесь. Львом Петровной. Как так получилось-то? И она потащила меня сюда. Милиционер понравился. Да? Да. А вы чем занимались? Я работала продавцом. Так. Ну, все понятно. И вышла на пенсию тоже продавцом. Все понятно. Наверное, частенько в магазин захаживал, да? Нет. Или как? Где вы встретились-то? Просто моя тетя с ее родителями знакомы были. А. Познакомились. То есть проверенный человек. Да. А потом был перевод в Сыктывдинский район и 12 лет в уголовном розыске. После чего служба уже в Министерстве внутренних дел республики. Более 20 лет Федор Афанасьевич отдал уголовному розыску за безупречную службу, награжден медалями. А специализировались-то в уголовном розыске по каким, скажем так, направлениям? А в уголовном розыске там специализация одна, в районах. А управление я был в убойном отделе. В убойном, да. Ну, прям, как вот сейчас кино показывает. Близко или нет? Или это все кино? Это кино. Это кино. То есть реальная жизнь немножко другая. Да, подробно. Оперативников, да? Сейчас и стрельба, пока это не то, не то. То есть вам запрещало стрелять? По-моему. Тогда и другие правила совершенно. Тогда за стрельбу прокуратура вознуждала уголовное дело. Ну, сейчас ведь и времена другие, я так думаю. Ну, все равно, ну, не так, как в кино показываются. На самом деле это показывают беспредел. Ну, художество не беспредел, да. Такого нет на самом деле. Ну, а как с Белоруссией-то? Не забываете? Нет, тянет. Тянет? Ездите? Бываете? Бываю. Любовь Петровна родом из Смоленской области, но на малую родину супруга ездит с удовольствием. Впечатлений-то как? Нравится. Приглашал уехать. Пожить. Я хотел уехать, уходя на пенсию, не хочет. Так за разговором я совсем забыла попробовать драники, которые готовил Федор Афанасьевич. Сюда нужно еще что-то, да? Сметанку. Сметанка. Можно я вилочкой вот так вот возьму немножечко, да? Можно. Так. Ой, прямо предчувствую. Вкусняшку. Ну, это маловато сметану. Да вы что? Ох, Макалка. Да вы что? Так, шо ж ты у меня не разрезаешься, ага? Нет, ну это мы ж поскромнее будем. Да. Угу. Теперь я поняла, почему у нас парни-операторы быстро шлопали это все. Вкусненько очень, попробуйте. У белорусов, как у большинства народов, столы хлебосольные, особенно в праздники. Ну, все такие же, как и в России, праздники одинаковые в Беларуси. Толиады, это Рождество. Ивана Купала. Ага, те же самые праздники. Петр День. Этот праздник мог длиться два-три дня и означал прощание с весной и подготовку к сенокосу, а также завершение купальских празднований и летних свадеб. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Раньше молодежь на Рождество гадала. Ходили, разбирали бани, печки в банях. Когда же в бане были печки по-черному, и кидали в колодцы. А у нас колодцы глубокие, 20-метровые. И слушают, как будет, свекровь будет сварливая или хорошая. А, то есть какой звук, да, пойдет? Да, да. Что-то вы выдумали, да? У нас щекровь будет сварливая. Сейчас в Беларуси самый большой национальный праздник. Это 3 июля, день освобождения Беларуси. День освобождения Минска. День освобождения Минска. Беларусская земля первая приняла на себя удар фашистов. Сколько тогда полегло людей. Но мы помним и защитников Брестской крепости, и мужество людей в оккупации. Жизнь была всякая. Всякая, да? И горе было, и сейчас еще остались эти траншеи. Еще войны? Да. Ой, кошмар. По горе же копали, заставляли. Немцы людей выгоняли. Мама рассказывала. Я же маленький был. Немец пришел. Меня взял, швырнул на палатах в угол, а ей лопатой иди копай траншею. В 45-е я помню уже. Как отца ожидал, когда он приедет с фронта. Он осенью в 45-м дивизовался. В Беларуси, конечно, очень пострадало. Что-то варить. Война – это есть война. Тогда это было что-то. А сколько ребят после войны погибло? После войны? После войны. А вот на полях играли, наверное, да? На полях разминировали. Как взрыв, так все, вся деревня бежит. Да, Ваша Хатынь там, это страшно. Ну, Хатынь – это было сожжено 1300 деревень Белоруссии. Это украинский батальон этот, нацисты. 1300 вместе с людьми. Это Хатынь уже сделали просто мемориалом. Ну, да-да-да, как памятник людям. После войны земля Беларуси была почти вся разорена или сожжена. Но трудолюбивые жители подняли ее. Это ж какой характер надо иметь, чтобы возродить свою разрушенную землю? Какие белорусы вообще мужчины? Ну, как супруг любимый, так он самый лучший, самый хороший, самый добрый. Ну, женщины, гостеприимные, веселые, работящие. Там любят угощать, привечать. Ага. Любят. Любят покушать хорошо. Много у наших народов одинакового и в характере, и в отношении к жизни, и к памяти. Языка белорусского что-то помните? Могу рассказать их творение на белорусском языке. Ой, ну-ка, ну-ка, давайте. Комсомольский билет. Ага, тогда же комсомольцами были. Архадий Кулешов написал, белорусский поэт. Так что-нибудь поймем, в общем, переведем. Твердо тримался юнак на допросе, тоющий слову и думки свои. Немец жандарм докурил папиросу, и комсомольский билет отдает. Ось и билет твой, сказал он ласкаво, и на глазах, на вочах у людей. Ты отсурайся в угодное справа, жизнь застанешься, жить все дорожай. Это только часть. Ну, понятно, конечно, понятно. Понятно, что белорусский язык, что русский. Да, да, да. Подошло время нам уезжать. И мы очень рады, что в нашей большой семье теперь есть еще одно прибавление. Белорусская семья. Пусть приходите к вам. Приезжайте, приходите. Обязательно. Все, прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошо. Ждем в гости. Хорошо, ладненько. Дорогий привет. Здорово, хорошо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok